Добрый вечер, друзья. Слышно? Да, добрый вечер. Друзья мои, ну пока не с чем работать. То есть ни одного вопроса нету. Может мы так посидим, посмотрим, как надо, разбежимся. Да, потому что хлопоты и дела всегда есть. Так что как-то или включайте поактивнее, вот. Или мы это все дело завершим, потому что, ну смысл, о чем я сидеть, если я приехал, между прочим. Добрый вечер. Аню вижу, да, здрасте, 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 здрасте. Ну, бросьте чего-нибудь там, начало, может там еще народ присоединиться как-то. Вот. Ну что, первый вопрос могу задать. Давайте. Как мы дошли до жизни такой? Контенции. Ну, вот в прошлый раз... Ну, надо ограничить, потому что я сейчас начну с античности. Вот, и все это, да. Его надо ограничить. В прошлый раз у нас разговор на встрече касался обновления темы нарциссизма. Вот, но меня как бы не, собственно, нарциссизм волнует, а волнует тема восприятия современным зрителям того кинематографа, который сейчас выходит. Не очень слышно, да. Плохо слышно? Что вы можете сказать о уровне восприятия на сегодняшний день кино, литературы, если вы сталкивались с этим, в общем-то? Есть ли здесь какая-то проблема, на ваш взгляд? Ну, мы касались этого и в прошлый раз, и во время обсуждения последнего фильма. Могу немножечко конкретнее сказать, какие препятствия у современного зрителя, на ваш взгляд, существуют к достижению сложных текстов? Вот, как вы упомянули, вот, в последнюю нашу встречу, во время обсуждения фильма, что пройдет какое-то время, и, видимо, люди перестанут воспринимать те тексты, которые уже сейчас как бы уходят в прошлое. То есть, какой-то запущен процесс. Да, да, да. Я понял, да. Ну, такой вопрос. Правильно понял или нет, я не знаю. Тут несколько, вот, вы понимаете, выяснилось, что в этом никто не признается, да? Это поверхность. Вот, выяснилось, хотя в этом никто не признается, что когда мы живем в интернете, ну, ничего не знаю. Ну, то есть, я про себя могу сказать, что когда продавались газеты, ну, вот, из журнала, я гораздо больше знал о том, гораздо, какие фильмы делаются там, такие мысли в разных режиссерских уроках. К чему мне вообще, так сказать, на что обращать внимание. Был экспертный урок. Вот. Я мог быть не согласен, не согласен, но, как говорится, оно мне помогало. Оно мне помогало ориентироваться, потому что я тоже должен ориентироваться, понимаете. Вот. Я не могу быть на фестивале сейчас, одновременно в Гонконге, вот, и быть в Роттердаме, да и вообще. А последние годы я вообще преимущественно живу в Самаре. А я хочу знать. Так вот, теперь выясняется, что я должен потратить какое-то огромное количество времени для того, чтобы что-то узнать. Огромное. А раньше я просто, я бы сплатил. Я бы сплатил. Я бы пришел, купил эти газеты, журналы. Но это является, как бы сказать, табу наше общество. Постойку, постойку. Мы вроде всех премся куда-то в прекрасное будущее. И вроде интернет, это и есть самое прекрасное будущее. Да нет у него массы преимуществ. Вот. Но есть управляемость. Да. Вот. И есть прям все говорят про информацию. А недостаток информации огромный. Просто огромный. Невероятно. И как вот сегодня, например, я вот думаю. человек, который не занимается этим специально там ориентироваться, например, в мире кино. Да никак. Он никак не сможет сориентироваться. Он сориентируется на то, что ему там выдадут эти самые вот поисковики. Вот. Туда надо идти, туда не надо идти. Или по каким-то другим причинам. Да. Вот. но в принципе сориентироваться в современном процессе человек, который живет в интернете, не может. Не может, если он не занимается этим профессионально. Но даже если он занимается этим профессионально, он все равно не может. Вот. Потому что, поверьте мне, вот, в жизни еще есть много всего. Вот. Я вас уверяю, если вы мне не верите. Вот. Просто поверьте мне на слово. И проводить по там, часами, вот, для того, чтобы узнать, вот, что там, вот, где-то происходит, что надо смотреть, не надо смотреть. Ищели экспертное сообщество. Ну, они ищут. Ну, вот. Есть там маленькое экспертное сообщество, журнал «Сеанс». Вот. Но они хвалят все практически. Вот я на них подписан. Я каждый день смотрю. Вот. Мне сразу сообщают, я смотрю эти фильмы. Вот. Я потратил какое-то количество своей жизни, чтобы на это смотреть. Вот. Им все нравится. Ну, меня это как-то настораживает. Вот. Что-то, как все нравится. То есть, им нравится, они живут в Питере. Вот. Там происходят эти какие-то там фестивали или что-то. Или они куда-то ездят, они смотрят, они там где-то внутри процесса. У них другой взгляд немножко на это. Когда я смотрю на эти картины, вот. у меня много вопросов. Вот. У меня много вопросов. А у них все постепенно. Почему надо смотреть этот фильм? Вот статья. Почему она смотрит? Вот такая рубрика. А почему не надо смотреть этот фильм? Ее не существует. Ее не существует. То есть, даже телеграм-каналы, авторитетных, безусловно, киножурналов овладели в примитивном виде гипнотерапии. Которая слилась с маркетингом и со всем остальным. Все на взву. Ну, все. Ну, вот есть люди, вот они, возможно, сейчас сидят, тут у них настолько времени, что посмотрят 300 российских фильмов. Я их запомнить даже не могу. Сначала выписывал, потом я понял, что это тупиковый путь. Вот, потому что 300, у меня там будет просто исписано какие-то тетрадки. тетрадки. А главное, зачем? Это же тоже вопрос. Это поверхность. То есть разрушены все культурные институции, так или иначе, которые ориентировали людей, так и, вы знаете, в Советском Союзе, в Советском экране, который выходил миллионным тиражом, работали Матрувская, там, Виктор Демин, это классики, вообще, жанры. Я могу продолжать, там, Андрей Плахов, там и так далее. Там была обязательно какая-нибудь байда про какой-нибудь фильм, о том, как председатель райкома осваивает сельское хозяйство. Про это почти все европейские фильмы. Поэтому они как бы находили какие-то ниши и что, миллионным тиражом? Миллион, миллион. Вот. Я в 285-м году надо было мне, например, поехать в Тольятти, это бы, с деревьев ехал, ехал через рынок, да, надо было еще заехать, чтобы успеть купить, потому что разбирали все. Вот, разбирали, но люди хотя бы что-то знали. То есть, они знали, что есть такие люди, такие вот режиссеры, такие вот фильмы, такие вот актеры. Сейчас они вообще ничего. Да и я не знаю. Я никак не могу запомнить. Я смотрю, эту девочку, я ее видел в четырех сериалах, в пяти фильмах. Никак фамилию не могу запомнить. Она хорошая сама по себе, она классная, вот, никак не могу. С фамилией Смахтуновский или с фамилией Ефремов или с фамилией там Ульянов или с фамилией Кайдановский или с фамилией Юрский лучше получался, так что разрушил интернет? Вот. Интернет разрушил связь зрителя с фильмами. То есть я очень часто встречаю людей, они умные, толковые, может даже умные. Меня ничего не знают. Ну, потому что кто себе все может позволить такое, какие-то вообще там люди ориентируются на какие-то рекомендации в соцсетях. Кто-то это сказал, кто-то это сказал, вот, кто-то там это посоветовал, кто-то чего-то посоветовал, но все, это какая-то ерундавица, вот. Это же ерунда. Последний раз у нас когда была общественная дискуссия, вообще, какая-то по поводу фильма. Ну, какая-то. и где интересно могла бы проводиться. Когда все разлетелось по этим самым, да, социальным группам, социальным сетям, атомам, там, там, где бы, ладно, ну, пацаны, да, ну, и там ведь про фильмы ничего не было. Вообще. Я не говорю там несколько статей, которые написали хорошие кинокритики, я имею в виду, что каким-то образом вот этот фокус внимания, вот, сюда упал. Да нет, конечно, вот. Все были вопросы про то, что там одни депутаты запретили, другие сказали, что депутаты там кожлы, там выступили режиссеры, вот, что-то сказали про этих, что-то сказали про тех, там, и так далее. Ну, вот, шум какой-то есть, кто-то посмотрел фильм, а фильм-то «Чего? Чего фильм-то? Там что? Это колоссально, ну, по мне это колоссальная деградация, колоссальная, вот, колоссальная. Второй момент, потому что больше не буду сейчас на эту тему забирать, это просто второй момент, очень важный, он принципиальный. Люди не читают, они перестали читать язык кино. Им предлагали столько времени примитивной задачки, что они разучились. Они разучились. Это инволюция, вот, абсолютно. то есть, то есть, то есть, раньше средний зритель, вот, на моей памяти, я ж долго живу, он гораздо лучше понимал, вот, что там происходит, вот, внутри, ну, почему вдруг, вот, автор здесь остановился и решил вот этого сделать. Вот, не рассказывать, вот, почему вдруг это смонтировалось с этим. Он, может быть, не знал, как это называется, да, он не мог разобрать механику, но он интуитивно читал, потому что он был, да простите меня, ну, что сделать. Вот. Гораздо более культурным человеком. С большим количеством массовой ассоциации. С большим количеством интерпретаций. Другой вопрос, куда он это стеревел, куда он это интерпретировал, потому что там были разные, разные миры и разные зрители. сегодня человек практически ну вот я периодически что-то на тему говорю там как-то выступаю показать что-то вот на пальцах вот и так далее это приносит минимальный никакого потому что ну когда на маленькую лодочку идут ледоков или огромный ничего не сделаешь ледоков ну да ну да да вот потому что одно влияние она никак не не перевешивает другую в итоге сложилась сложилась ситуация то есть есть какие-то группы людей которым кино по-прежнему интересно и маленькие они иногда очень маленькие вот люди отупели вот потому что современные люди даже в отличие от советских людей они не выдерживают у них нет таких экзаменов ну как пример роман холтнер или там роман томсом она или там фильм бермана вот и так далее они читают какую-то вот эту популярную мутотень вот иногда не мутотень вот ну популярно обязательно популярно то есть современный человек не обладает самостоятельный какой-то сам дождественность вот в том смысле что он не отправляется приключения за тем чтобы узнать какие-то ну свое время идеальные там интерес понимаете в том то и дело интересно 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 вот что там еще в агитцинской тенатуре есть вот потому что мы любили тогда вот что там еще кто там еще кого нам еще надо сказать я до сих пор жду вот я сейчас сижу и жду вот какое число 17 апреля 2024 года я сижу и жду когда в россии может быть выйдет когда-нибудь однотомник моседония фернандеса замечательный который представлен несколькими навелами в разных сборниках и в журнале иностранных моседония фернандеса смысл нет таких вот ее нет вот как мы попали вот это большой вопрос так я сам соберет каждый такие вот я уже не говорю про более сложный проблему ну проблему скажем такого в кавычках философского характера как люди их решают ну тут я могу часами рассказывать я там общаюсь с людьми сложно ничего не говорят вот и так далее ну на мой взгляд мы не отдаем себе отчета вот сейчас в данном случае речь идет ни о россии не о бразилии вот ни о никарагула вот ни о нигерии а нас как о людях почему потому что я прихожу например к нижним газом букерский победитель этого года ирландец как-то вот я это листаю я не понимаю вообще надо купить но потому что я побаиваюсь что там чего-нибудь про что-нибудь если вот как-то вот из ну знаете такой прокисшей солянки вот что такое прокисшая солянка вот но это вот например там что-то я там читаю смотрю какая-то семья там вот она бьется свое самоутверждение какая тоска а я ж так не думаю про карина там тоже про семью и про братья карамазов я никогда так не подумала тоже про семью то есть вот это вот все время служение смыслового семантического и разного другого пространства она привело к появлению каких-то вот этих вот непонятных книг то есть ты не знаешь а мне тратить что на это там сколько часов там жизнь за какой остался или нет вообще в этом смысл есть какой-то ну тут и она а вот знаете смысл читать музели есть смысл читать кессы есть смысл читать просто есть а смысл читать тургенева есть и толстого есть и так далее вот в чем дело-то вот чем дело-то популярно нарядненько но сама литература превращается какую-то форму пропаганды а а это мне не нравится ну то есть нибудь чем не нравится вот я встречаю там люди они не так много окунулись и много окунулись в современную культуру очень нервное роботоподобие начинают что-то перестанет мне делиться системой какой ценности да я знаю вообще не интересно ну не вообще не интересно ну посмотрите какая система ценностей там 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 чуть-чуть вот он человек начинает транслирует ничего менее интересного вообще нету вот потому что потранслировано сотни тысячи способов там где он вода это так скучно это невероятно а человек не скучный человек не скучный вот человек вообще-то хороший как его заразился почему ничего не говорит от себя чтобы он не говорил почему он не говорит от я да вот я там влиять мне кажется вот у меня возникло такое но у него возникло это у него возник всегда интересно это всегда интересно вот не нравится тут вот есть ловушка вот такой знаменитый роман американский но когда-то когда мы были молодыми и не сложились понимаете в ловушку попасть в ловушку потому что любое твое свойство любое характер темперамента а вот здесь можно поподробнее вот сейчас что этот узел затянут интенсивнее нежели чем раньше конечно 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 в чем она как бы почему как сам объяснить могу у меня такое ощущение что ну где-то вы только не прямую метафора вот не в прямую но просто есть какие-то как у меня такой ощущение агрегаты по отжатию от людей энергии вот именно творческой персональной уникальной а они почему-то этого дико боятся вот или как бы сказаться они ее любят когда мы откроем для вас уникальную энергию вашего таланта и они приходят на курсы вот где открывают уникальную энергию их таланта в то время как проблем в другом вот только она не популярна и никто не хочет решать она не публичная вот и она даже не социальная проблема одна из кардинальных проблем человеческой жизни вот как не представляется как раз в том чтобы уловить вот романтики про это много думали да музыку свою жизнь музыку свою жизнь не чужой не того чё и пусть она там 300 раз прогрессивная вот и 400 раз гуманная но это не твоя музыка вот это не твоя музыка я конечно очень люблю песню вот эту белые розы белые розы вот каждый раз радуюсь когда слушаю вот но это не моя музыка в утреннюю чем меня ну я просто говорю да да или там сейчас вообще я там езжу в такси я вообще даже не понимаю что там поют чуть никак не хотел даже на лекции на какой-то спеть вот запоминал запоминал про леопард что ли или про тигра вот в основном это таксисты которые приехали из ближайших стран вот они очень любят вот ну там что-то такое типа может вы знаете там там что-то леопард леопард там он же леопард каждый раз пытаюсь запомнить ну вот но не цепляется вот не цепляется потому что я думал там куда леопард ооо я леопард ты встретилась мне на моей дороге в лесу я не смогу стоять леопард ну же так леопард леопард очень много очень много слушают вот в сравнении с этим там ты мне не снишься вот уж неделю да не пролетай высочайшая культура высочайшая культура понимаете вот не говоря уже о чем-то другом и я-то думаю что человеку конечно вот он все время ловит теряет ловит теряет ну потому что много влияния это такое нет мы живем друг с другом вот вот ловит теряет иногда они объединяются там это разные мелодии вот они а я могу предложить свою версию происходящего конечно конечно пожалуйста ну ведь действительно разница в том что как бы база данных и информация информационное поле оно настолько увеличилось да а люди ведь они отвлекаемые если у них изначально в процентном отношении ну скажем только у двух процентов есть склонность погружению сущность каких-то явлений да а здесь вас постоянно отвлекают и информация такое количество то есть это шизофреническое количество информации да что вы как бы ну единственный выход какой ну прилепиться к чему-то более-менее похожему близкому то что тебе подали на блюде плюс конечно технологии которые уже угадывают мне достаточно войти один раз задать вопрос телеграме там человеку с которым я общаюсь мне мгновенно вылетает реклама hape да 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 ну допустим пока будет держись на своей волне вместо у меня утром был план сегодня я хочу слушать седьмое письмо платона да не получилось нифига извините потому что не получилось дойти по элементарной причине просто случайно взглянула на на вылетевшую рекламу другого это какой-то особый ритм существования который как мне кажется враждебен человек по сути удивительная вещь что вот удалось писать практически но ведь эти человейники вот эти колоссальные массивы домов с маленькими окошками это ведь про тоже нет например в москве прожив 22 года это парадоксально но я не знала как зовут моих соседей узнавать когда я уехала от москвы на 20 километров это менялся на моих глазах вот это менялся на моих глазах я про это рассказывал что там в детстве у меня мама заболела там еще в школу я жил просто соседей брали из разных домов вот у меня там значит вот я жил там у них вот это были прекрасные люди и невероятно сердечный благодать и это было нормой нормой понимаете это было нормально вот сегодня все это с как-то 10 замками шестью кодами вот никто не войдет хотя почему-то коробить не мешает вот и так далее и что и что и что а про это вот узнаете у меня есть такой никуда рассказ самого то есть такой датский миленький режиссер у вас внутри вот у которого который всю жизнь вот ну какую-то ее часть все уходил куда-то к психоаналитикам психиатрам и когда ему один психиатр сказал вот варс не на чем дело вот наш мозг тракт максимальное количество энергии чтобы защититься от информации это удивительным конечно вечер люди лезут санна чертами новые там какой-то новый клип и так далее а мозг тратит при этом энергию за то что от этой защититься вот информации он будет ну понимаешь а у некоторых людей есть вот затекает гораздо больше чем хотелось бы ну то есть затекает так много что это нарушает всю внутреннюю ситуацию человек плохо себя чувствует знаешь вот некоторые такие люди гении вот ты такой вот если можешь смириться да тут как бы две притчи вот внутри этой истории да первая притч про то что вот уникальным образом мы поглощая информацию защищаемся но потому что если это хлынет у нас каким-то бесконечным потоком психиатр станет ситуацией пограничной да то есть будет больше информации разных чем мы больше можно переварить ну мы все времена это как бы современное человечество оно такое вот оно пытается оно адаптировалось конечно адаптировалось вот все девчонки молодые красивые симпатичные приятно на них посмотреть они наверняка уже гораздо более адаптивны чем я там вот к этой ко всей штуке и так далее но тем не менее как-то иногда тошнит иногда тошнит а в чем содержать вот я даже полез вот туда где люди там что-то ну конечно сейчас перестало вот махнул рукой где что-то люди говорят интересное там и так далее но ведь этого очень мало этого очень-очень мало потому что в основном говорят какие-то общие вещи общими словами я сразу получаю я фильм выбрасывал вот 10 минут выбросил вот 5 минут выбросил 2 минуты выбросил вот все понятно и надо выбросил выбросил вот так выбрасываешь в одном раз вот вдруг какой-то посмотришь вот любопытно становится ну почему потому что мы живем внутри мусорной кучи если обострить образ ну мы живем где-то внутри деревенского сортир который нечистили лет 20 вот вот это и есть то что мы называем культуру а также искусством вот а также там отношения вот и всем остальным вообще-то вот глубоко мы там находимся понимаете небо не видно вот оттуда не видно вот ну потому что растерянно что вот оно терялось много столетий оно терялось очень много столетий оно терялось когда запускается ну иногда большими рывками вот иногда медленно вот материал материал знаете вот у меня была лекция а одессы еще будет что собственно говоря одессы ты приехал в какую-нибудь деревню вот в швейцарии ну или в германии просто так сказать в германии там сложно нет нет 0 и если вдруг ты через свою интонацию почувствовал интонацию этого места и они что называются на русском языке спелись вот да спелись может быть это и есть да то самое может быть это и есть то самое вот ну сегодня человек вообще так не думает да он так не думает вот он как бы свою внутреннюю интонацию не ищет важнее ее нет ничего другого потому что если она у вас есть то у вас есть все даже если вы умрете на обочине вот а если у вас ее нет то у вас нет ничего вот как это самое консерва из пятерочки вот понимаете там даже наклейка может быть красивой наклейка может быть красивой вот вот это да взыскуемость вот этого и естественно поскольку поскольку современный человек живет в обществе тотального гипноза вот тотального гипноза он вообще даже не представляет до какой степени он загиб у некоторых самых талантливых или может быть самых болезненных я даже не знаю вот 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 возникает какая-то вот трещина она чувствует что вот что-то тут не то вот что-то тут не то что-то тут не так вот одну такую девочку еще в школе она училась она ходила ко мне там у нее в целом были курсы вот по кино кино мы там делали всякие упражнения снимали там и так да я в ней вот это чувствовал ну вот я в ней вот это чувствовал ее разногласия откуда оно возникло да ее какое-то очень сильное разногласие с тем чем ее пичкают все почти почти все вот кто ее окружает а как ей справиться ну вот она старшеклассница там допустим десятиклассница а и и на нее давит все вот вот это огромный массив ей как справиться она не справлялся вот она жила на антидепрессантах вот была умничкой вот делала прекрасные совершенно упражнения и было понятно на что давление что страдает с ней давление как раз вот на эту самую ее собственную да уникальность но про это догадаться могут очень немногие потому что вот ну понимаете человек дебильное существо и можно увлечь чем угодно можно его увлечь лет на тридцать на сорок там не знаю будет охотиться за все новыми новыми машинами или там за все новыми новыми мужчинами за все новыми новыми жизнями зачем новым это же внедренная идея понимаете вот не глушите нового определенного момента вот эта идея внедренная вот она внедренная так сказать не так давно вот в человеческую культуру но зато сейчас все понимают что надо иметь все самое новое вот вот самые новые шмотки вот самый новый образ мысли а вот с этим тут как раз проваливается нет потому что никакого нового образа мыслей вот в принципе не появляется но тут как раз не хватает их же никто не это как мозг это целый путь для того чтобы структура твоего сознания тут как-то отстроились да хоть как-то отстроились а так как этим никто не занимается то они так и понять им ничего не могут вот они просто просыпаются в один прекрасный момент несчастными вот а надо быть счастливыми другой альтернативы нет вот и они просто изо всех сил пытаются стать счастливыми вот вот ну как-то ну как-то ну как-то ну надо вот надо вот моя подруга там Ольга счастливая а Ирка счастливая а я чё пастура вот где-то но дело же не в этом дело в том как знаете это мой друг очень хорош одним из ну редкостных друзей моих вот вот он говорит так что если человек в центр себя ставит свою уникальность то обстоятельства начинает устраиваться а кто же ее ставит центр ну и уникальности бывают разные понимаете вот здесь здесь тоже все по-разному один человек такой да другой этот темперамент скорость мысли разговора вот система страхов там и так далее но я что это потому что если человек этого вообще не находит вообще я даже не знаю то как еды вот ну или от бухла там или еще что-нибудь ацет вот какие-то такие а где это а вся современная культура да слово культура здесь уже не вообще не как бы сказать в десяти кавычках да цивилизация цивилизация а она выстроена так чтобы уникальность ни в коем бы случае не проявилась вот бы вот вот бы ужас то во первых хлопотно вот всем хлопотно родителям хлопотно воспитателям хлопотно учителям хлопотно вот ну что лучше для организованного общества чем организованный класс учит учит по очереди отвечают вот все говорят вот кто в них вложил учитель вот они не смущают учитель тем что он думает как на свой манер ну я думаю кто собственно знает это опасно вдруг подумать иначе чем педагог ну и в результате да как это фукот называл да как дисциплина торгового общества вот оно и есть да оно и есть и мы достигли какой-то новой стадии да еще новых стадий у кого уже нет давно а мы достигаем все новых и новых стадий вот при этом внешняя картина как бы ну вот гуляют вот они сейчас ходят там парочки петь целуются они идут в кофейне вот внешняя картина вот да чем опасен например потому что внешняя картина свободы почти огромная да она тотальная а разговариваешь с человеком там вообще никакой свободы ничего там нет то есть он даже не слышал вот про это то есть он слышал в социальном смысле этого слова вот но он про свою свободу ничего не знает вообще ну совершенно это вообще редкость когда встречи человека с интимным личностным чувством свободы это такая редкость это так редко бывает вот а иногда это конечно проявляется как некая негация ну то есть там вот чувство есть да да но оно проявляется как какой-то агрессивный да даже такой с неким таким разрушительным да каким-то оттенком ну современному человеку вообще он же не может вот это же другие времена ну вот почему-то богословы средних веков могли так задуматься о том а что такое свобода вот и замечательно много про это кстати надумать вот замечательно много на это надуматься а сегодня что ну что ну все куда-то бежим на нас дают обстоятельства вот и многим просто и в голову не приходит что самое ценное это их уникальность и я хочу сказать специально для женщин и мужчин то есть для женщин уникальность это не ваша фигура даже если она прекрасна вот это просто отдельное удовольствие отдельное наслаждение смотреть за гармоничным каким-то да сочетанием форм и уникальность там для мужчин это далеко не всегда по количество там мускулов или количество условно так мускулов переведенных в вещи в вещи там а в машины земельный участок там и так далее вот хотя это тоже все важно для жизни но вопрос то в том что ну там ну последние лекции она правда еще пока там там по-моему не выложу ну про это говорили немножечко вот то есть если прибегнуть с греческой да терминология то даймон то даймон тоже хочет прожить жизнь через тебя не только ты хочешь прожить жизнь но и дух хочет прожить жизнь через тебя тоже хочется реализоваться потому что он существо даже как эра срединного мира не к людям не к богам вот посередке и там вот есть божественное есть человечество да отсюда все эти сложности эротические сложности они всем понятны вот ну постольку постольку вот я вообще не знаю что если бы был человек у которого бы их не было вот да их нет ну в том смысле что а а кто управляет этим а что за сила за этим стоит а что меня так влечет к этому человеку и к определенным например действиям да с этим человеком ну и конечно мир да да но он тоже вот никак но это и есть то что называется предназначение очень непопулярный вопрос потому что популярна это карьера популярна она вообще удивляться тому что все современные общества больны вот и больны предельно вот не стоит карьера да вот там да на на схождение по служебной лестнице с повышением оклада это да это я понимаю да чтоб семья жива лучше это да вот это да это да это да а ты для чего мальчишка или девчонка вообще рожден ты разгадал это ну вот и попробуйте потому что мальчишка и девчонка возможно был рожден для того чтобы собирать исключительные красоты морские раковы а кто ему за это будет платить деньги кто будет содержать вот у кого это все это время будет ныждивенье вот а кто и так далее понимаете поэтому а а неврозы а то и психозы расщепление до дыры и так далее потому что то что человек как бы но слово должен не хочется произносить потому что в слове должен есть какой-то насильственный смысл он должен разглядеть что он это хочет вот так да разглядеть что он это хочет ну на это ни у кого не хватает ни времени не сил вот а за редкими исключениями а выполнить социальную программу ну конечно да вот да и что там говорится мы в страшном мире живем страшно вот вот в этом мире да все решаем а раньше как было лучше жили а лёш ты знаешь в чем-то хуже в чем-то лучше вот я тебе так скажу ну лучше в каком смысле жили ты понимаешь вот когда у меня мама заболела и я в трех семьях жил на протяжении там ну я сейчас не помню я забыл годы полутора лет ты знаешь никто денег ни с кого не потребовал ты понимаешь нет это я жил я тосковал конечно там по маме я там совсем пацанинком вот и так далее но никто не сказал деньги не потребовал это было совершенно естественным движением человеческой души ну вот и все а сейчас мне я даже не знаю вот хорошо что это так будет по моему вот сейчас же я даже и не знаю как оно было вот оно выглядело ну я думаю что просто главный вопрос в том чтобы изучать гипноз в чем да у каждой эпохи есть свой гипноз да он может быть очень сильным а гипноз одной эпохи кажется смешным да а гипноз другой опять же да ну викторианскую эпоху да в Великобритании которая продлилась очень долго как раз время когда британская империя тут правило морями и всем чем хочешь ну было представление о том что вот женщина должна испугаться организм ну что нам смешно нам смешно должна должна или не должна ну или должна или не может и так ну почему вопрос не стоял так вообще вот его не было ну вот его не было просто такого вопроса не было сейчас мы знаем даже иногда на собственном опыте вот что такое бывает вот такое бывает и при этом это даже бывает приятно вот и так далее ну у нас да викторианская эпоха ну давайте хохотать над ней но вот над нашей эпохой над нашей будут хохотать точно так же вот если кто-то еще останется понимаете причем с ордоническим хохотом гораздо больше чем над викторианской потому что викторианская эпоха создала больше чем над нашей ах вот там парадокс то у женщин оргазма нет а есть Диккенс Уилки Коллинз вот и так далее и вся эта замечательная культура спублимирует вот и есть надо сказать вот это вот да есть вот это селенка где Британия правит морями вот океанами тоже есть вот тем не менее да когда мы на это смотрим а вот оргазма нет оргазма нет вот а у нас ни оргазма не будет вот и ни всего остального тоже ну ну то есть если мы если мы в данном случае вообще совершенно неважно корейцы про гонконг вот еще потому что мир настолько стал как бы сказать плотным в этом смысле что сложно сложно ну вот но надо задуматься да то есть наши шоры как говорят шоры сознания да вот они-то в чем они-то в чем понимаете и как таким образом ну хотя бы часть какой-то жизни таким образом умудрились поставить все на выживание вспомнил браках как раз насчет нового и старого да и у него дивный новый мир там же прям гипнопедия написывает эти гипнотические прям целую систему да как с младенчества да 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 дивный новый мир вот его не иногда неправильно понимают потому что есть несколько антиутопий у них у всех разная направленность ну цель разная у Хаксли цель всегда была западный мир вот дивный новый мир это написано про западный мир мы за мячом написано про советский а написано с попыткой дать обобщающую универсальную картину вот а Хаксли то в дивный новый мир ну когда мы в нем оказались мы в нем оказались просто в какой-то момент когда возникло общество употребление то что вообще там было то Хаксли может читать это как раз есть дивный новый мир он объединил все потому что этот дивный новый мир ну может быть в Африке есть несколько стран где его нет там или еще где-то он везде он вездесущий вот он вездесущий он то и является как бы сказать с одной из сторон а то у гипноза да это у гипноза Валерий Наоминович а тот Алексей хочет давно тоже высказаться да пожалуйста а что надо просто это как бы я даже не знаю как это все действует включится и спасибо добрый вечер Валерий Наоминович добрый вечер можно личные вопросы задавать ну если я могу ответить могу нет если мы с кем я сейчас сплю я вам не скажу вот это более широкий какой-то личный вопрос я вам может быть отвечу вот да пожалуйста давайте попробуем вот я хотел два точнее вопрос один темы две ну поскольку время ограничено у нас давайте на одной остановимся вот темы литературы и кино вот какая вам сейчас ближе интереснее выберите а я потом сформулирую тогда вопрос ну вот такой какой-то мне задается вопрос конечно я сейчас читаю меньше гораздо меньше чем когда-то кино смотрю по-прежнему довольно много вот я не знаю вам ну выберите сами дайте кино давайте кино тогда вот я просто хотел в аспекте детства и становление личности если так можно сказать вот мое детство пришлось на семидесятые годы ваше на шестидесятые только десять лет получается разницы вот но это конечно не поколение но в принципе в те времена я думаю там разное было время и мне вот очень интересно вот в детстве ну скажем так лет там до четырнадцати может быть там до шестнадцатого то есть до подросткового возраста вы увлекались вообще кино то есть ну то есть ходили когда у вас началось вот это увлечение если вы хотите мы все увлекались то и кино ну да вот у меня тоже самое с книгами мы все увлекались но мы увлекались понимаете как мы просто любили кино которое на что конечно вы понимаете это же было чудо какое то ну понимаете это мы сейчас описываем мир эпохи дефицита а что такое мир эпохи дефицита иногда по субботам показывали по телевизору ну или сегодня вечером фернандель значит фернандель это великие французские актеры вот комик или показывали краткометражки Чаплина допустили улицы просто вообще понимаете там никого не оставалось мы пацаны там какие я там не помню там третий класс там пятый класс там какой бросали клюшки это вообще было невозможно вот бросить клюшку если тебя там домой не загнали вот насильно вот было невозможно мы бежали потому что это вот надо сказать и там допустим немой кино с Игорем Ульинским там праздник святого я извиняюсь я вас перебью пожалуйста я хотел просто более конкретно вопрос формулировать можно давайте я вот хотел как раз понять вот вот в детстве вашем какие вы фильмы можете несколько назвать вот которые вы в кино смотрели именно в кино не по телевизору а в кино которые ну вот не знаю можно сказать что повлияли на ваше мировоззрение то есть в чем в чем то у вас хотя бы там вот какие вам запомнились так наиболее ярко вот которые вы в кинотеатре посмотрели знаете это очень хороший вопрос и я не готов на него ответить потому что вы знаете я так что то не думал про это надо повспоминать вот был или не был потому что у меня сейчас такое ощущение но вот сейчас да это вот быстрая реакция что я очень был как бы то есть то есть всем нравились 17 мгновение весны вот джентльмены удачи всем нравились и мне нравились вот значит там что еще вместо встречи изменить нельзя чуть позже всем ну и мне тоже вот и так это был какой-то коллективный все таки феномен до определенного момента понимаете и конечно же совсем не кино вот а конечно же литература вот как бы немножечко меня вытащило на то что ага вот это оказывается мне нравится остальное мне нравится тут есть какое-то разделение тут есть что-то да а кино это был тогда коллективный медиум я очень долго ну вот находился вот в этом состоянии по отношению к кино вот ну долго-долго даже курс иногда 3 2 2 3 сейчас точно не могу вспомнить университет и только когда я посмотрела маркорд феллини я подумал блин это в каком возрасте ну вот какой второй третий курс университета ну а валики кино может быть тогда в детстве не отзывается может быть тогда о книгах просто вот у меня знаете вот тоже с детства там ну у меня с трех лет началось и кино и литература вот и вот были там там 4-5 книг вот у меня там грубо говоря там ну условно с 7 лет до 14 вот они у меня были как бы настольными и вот когда я попадал в больнице например я постоянно одну из этих книг с собой брал и они меня все время поддерживают и вот такой контекст если у вас такие книги тоже есть вот именно в этом возрасте то не могли бы вы еще сказать тоже повлияли и как менялось ваше отношение к этим книгам с течением времени то есть такое понимаете как может измениться отношение алексей просто подумайте к тому что скажем спас нет 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 тоже не отношение нам неправильно выразить не отношение конечно а и с какой-то литературной маской и сказать что конечно сегодняшней позиции я вижу что они написаны не так вот это спасало мне жизнь да я ведь книжки все знаю вот мне больница кстати говоря я в третьем классе на каком втором что между парами да только учебный год я попал там отец принес две книжки но одну я просто прочитал она мне понравилась это не паука когда его а вторую я был зачарован ей я начал читать несколько это был Мари Поппинс Тонова Треверс и у меня совершенно да огромная история с Карлснем который живет на крыше с Незнайка на луне одна из любимейших моих книг которые становятся все актуально вот по мере того как мы все дальше продвигаемся в мир постиндустриального общества я бы так сказал вот конечно Том Сойер вот Три мушкетера понимаете для меня это вот я приезжаю к себе в Буян книги еще связаны с местами вот Буян это была моя деревня тогда вот сейчас я туда просто проезжаю на прогулке и и там подруга моей мамы мне я в четвертом классе вот дала мне почитать Три мушкетера ума ну все меня накрыло любой дюма не оставлял и сейчас тут же это что вот там не только против дюма что то скажи вот ну только попробуйте вот вот тут дюма не пушкин да дюма не пушкин знаете такую версию это так шутка конечно нет нет дюма не пушкин дюма не пушкин ну вот для меня там для мальчишки тогда да вы что я помню до сих пор у меня есть своя земляничная поляна ну она блин ну она земляничная вот просто над тем домом где жили там 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 мои бабушки дедушки там и так далее вот дома потеряли там в силу некоторых причин там живут другие люди вот но земляничная поляна осталась я приезжаю просто туда ты абсолютно бергман вот я бергман гораздо позже посмотрел вот и кстати это не самый любимый мой фильм мне понравился стол и седьмого раза вот вот так то я понял он говорит на уберку нам сегодня поляна я бегал по ней там изображал д'артаньяна там значит или атоса вот бился с гвардейцами кардинал я я такой кайф от этого вообще испытываю я прихожу туда просто постоять там час другое надо просто постоять надо постоять ручку вот пройтись прогуляться это вот мое место паломничества это мое место паломничества я поклоняюсь себе если вы хотите так мне кажется не только себе но я надеюсь украина понимаете который был ребенком которому повезло жить в этой деревне и в этой деревне прочитать эти книги ну а я считаю это самое главное мы все родом из детства фраза избитая но она верная на сто процентов ну все меня это волнует понимаете меня это волнует до сих пор почему я не знаю вот ну а я к тому что меня волнует причем волнует не вот это вот это волнение вот такое жуткое тревое пополнение какое-то ну вдохновляющее понимаете оно у меня до сих пор что вы я почти каждый раз когда там бываю почти каждый раз я испытываю прилив сил вот я испытываю прилив сил потому что да мне вот объяснять ничего не надо так вот и должно нет это очень здорово что у вас земляничная поляна своя есть это прям есть если сейчас вот сейчас скажу где то ну не знаю как насколько быстро будет лето вот в Гуяне вообще очень много земляники вот и в июне пройти по деревне это особый кайф всего ретворения потому что сосновые лица там земляники ну это я не знаю что надо вот это это какой то какая то растерянность безумным богатством мира просто безумно вот но ее так много что там ее конечно никто не собирает вот все идут вот в лес ну там вот сейчас вот где то в июне там плюс-минус в зависимости от того насколько будет жарко там все будет усыкнуть абсолютно спасибо отлично потом спасибо Валерий абсолютно там еще на холме на холме видна как бы сказать вся деревня и там вот есть вот эта дорога вот вверх она видит гимназий которая построена была в 1900 году вот тогда специфические были здания из красного кирпича а рядом стоит сейчас уже заброшенная школа которая была построена в 70-х годах вот в 70-х годах но когда там стоит то есть там в сумерках совершенно архетипический сюжет да ты видишь дорогу которая куда-то ведет вот так вот деревья ставят блин я просто всегда ну вы наверное даже чувствуете я сейчас каждый рассказываю да рассказываю об этом с удовольствием потому что я это вспоминаю да и и книги которые я там прочитал для меня очень важны вот очень важны потому что понимаете по я очень долго к этой теме подбирался на протяжении как бы жизни я ее долго не мог понять понимаете мне только после там ну как бы сорока что ли да лет пусть сорока лет это мне вдруг стал сниться дуян вообще плевать на него хотел все это время не вспоминал вообще не обращал внимания и он начал мне сниться постоянно и я понял что вообще все это не шуточные вещи я на них не обращал внимания я считал что это выдумка славяна фигу вот ну или чья то там выдумка но меня конкретного человека ни с того ни с сего какая то рука потянула вот я сказала езжай а вот когда я туда приехал после долгов перерыва ну я только немного могу вспомнить такие счастливые в своей жизни да понимаете как какое то и вы знаете и поразительно я шел по этой улице и я встретил там тюджинь Захарова который мне дал его подруга моего вот я был потрясен я зашел в этот дом где я в детстве часто бывал имели то же самое клубничное варенье земляничное в смысле с чаем я вообще балл как бы вообще же восьми что я куда то вот но это было вот что что не знаю такие вещи продляют жизнь и очищают во первых во первых очищают от всего ненужного то что когда как вы говорили сейчас про варенье они очищают от всего ненужного продляют жизнь лёж вы знаете я стал гораздо более внимательно относиться к тому что писали ну всякие умные люди вот особенно в течение двадцатого века о том что какая часть нас самих оказывается длиться куда то продолжается куда то и это очень важно потому что на каком то уровне мы вдруг обнаруживаем себя ну не просто как я вот есть один край где я как уникальность да а есть какой то край где я совсем связ вот и должно быть такое место да деревня город да неважно вот может быть остров какой то может быть ясная поляна опушка где человек это чувствует потому что без этого он обделён чем то вот он чем то обделён страшно вот и надо это срочно если есть какая то такая возможность вот восполнить да восполнить потому что это очень важное чувство вдруг ты понимаешь что ёпки-поп ты проваливаешься во время какое то и ты не придавал этому никакого значения когда ты был там вот пацаном там и так далее вот да что вы вот там умер дедушка значит там я учился 9 10 20 20 20 вот ну там приехал я там разок вот вообще все было не до того жизнь шла про другое жизнь шла про другое что пока не перевалил через такой хребет это какая то рука сказал возвращайся куда возвращайся вот ну я же упрямый вот как там если я что решил я выпью то обязательно вот но хотел что в ком отношусь я очень отрицательный вот то есть я полгода этому не поддавался мне сменился сменился я думал что 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 то такое почему то а почему с чего раньше не снять он вдруг начал сниться блин вот начал сниться там ну не каждую ночь может быть но регулярно достаточно навязчиво вот а что 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 за этим то что надо то да ну вот так человек обнаруживает свою душу я думаю по кусочкам потому что вдруг выясняется что любишь ты не шумное сборище вот где к тебе подходят какие-то ну были такие времена вот восторженные девушки говорят знаете вы вот так вот рассказали там про фильм вот я до сих пор не могу себе пройти вот не ты где а тебе важен вуян вуян девушки всегда важны да девушки всегда важны но как мой друг Гришенко вот у нее есть такая теория у нее есть такая теория она мне очень нравится вот она ироничная вот в ней есть какой-то цинз вот есть вот прелесть у нее теория такая что самое главное совпасть со своей этой внутренней энергией творческой, да, уникальной. Вот, уникальной. А женщина это бонус. И когда он мне изложил, я его спрашиваю, это бонус? Ну, так как вы всякое видали, вот. Это бонус, вот, я вот так вот сказал, бонус. Бонус. И он мне сказал, что, и вот я раздумываю над этим, раздумываю, приглядываю, что женщины любят, и причем они любят это бессознательно, притягивая это, они ничего не могут сделать, может быть, это какая-то часть всемирного заговора, или закона эволюции, и так далее, когда человек живет от некого настоящего, они ничего не могут сделать, поэтому женщины это бонус. вот. Ну, так тоже сказал, я думаю, я думаю, что он тоже бы так сказал. Да, 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 да. Но мне интересно стало просто, я думаю, неужели все-таки вот это их притягивает, вот. Неужели вот это? А они как бы этому даже сопротивляться не могут. Вот, потому что, когда они вроде бы видят в мире это теория Гришеньки, я только это пересказывал. Вот, но она мне нравится. Вот. Когда не видят что-то такое искренне, настоящее, когда человек просто идет по своей дороге, вот, и все, вот он идет, и вот он, как бы, так сказать, их почему-то сносит в эту сторону. Это вот для всех, кто вот размышляет на подобную тему, тоже поразмышляет. Просто поразмышляет. Спасибо. Попробарательно поразмышляет. Балермен, там все. Я не знаю так лето, я думаю, Гриши не знают так лето. Вот. Я просто думаю, что это интересно для размышления. Интересно для помышления. Я точно знаю, что женщины, когда мы фальшивые, вот, главное, что они нас иногда запутывают вот в это, чтобы мы стали фальшивыми. Это тоже было. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в басне говорят. Иван Андреевич Крылок. Вот. В истории тому мы тьму примеров слышим. Да, конечно. Конечно. Вот. И тут есть какой-то вот этот вот, как это, двойной поворот ключа. Был такой фильм, Шаброля. Не самый удачный. То есть, ну, как бы, давай там, вписывайся в социальные обстоятельства, во все условности. В общем, теряет свою жизнь, в общем. Потому что есть я, говорит женщина. И вот ради меня ты должен потерять свою жизнь. А второй поворот ключа заключается в том, что именно это не будет главной потерей. И тебя бросит. Ты богат. И тебя бросит. Поэтому, ребята, идите своей дорогой. Вот. Это не означает, что не надо быть дипломатом, а иногда хитрецом, вот, а иногда там, как бы, сказать, прикинуться дурачком, там, и так далее. Женщины сложные существа. Вот. Они очень нервничают все время. Вот. с ними непросто иметь дело. Но без них это вообще никак. Вот. 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 если человек, как бы, еще раз повторяю Гришину Дезу, вот, о том, что если человек действительно действует от своей уникальности, вот, женщина это бонус. Божественный бонус. божественный бонус. Вот. Да, интересно. Ну, они разные, эти бонусы бывают, конечно. Ну, и с ипотекой не все просто, друзья мои. Вот. Если лучше в этой термонологии рассуждать, с ипотекой это тоже не просто все. Вот. с другими какие-то вопросами. Но женщина это бонус. Это в любом смысле гораздо более чувствительный во всех существах, чем мужчина к прекрасному. Это точно. А сегодня это почти, ну, не сто процентов, но девяносто процентов. Другой вопрос, что они прекрасно понимают, вот тут много вопросов. Вот. но чувствительность у них это есть. Вот. Есть. И она гораздо более развита, чем у мужчин. К сожалению. К сожалению. Да. Не в смысле то, что я там огорчаю за женщин. Я рад за них. Я огорчаю за мужчин. Валерий Няминочек. Да. А фильм хороший я вспомнила в связи с вашим высказыванием по поводу женщин. Вообще, гендер это и моя тема тоже. Новейший завет. Так, новейший завет. Что-то знакомое. Такой шикарный фильм. Так вот, бог-то вообще. Ван Дормеля что ли, вот этот вот, да? Я не знаю, кто режиссер, я не посмотрела, не погуглила. Ну, по-моему, да, всеми помимо. Вообще смысл. Вот там мысль такая, что, в общем, это бог женского пола. Ну, я бы сказал, небесного. Мир будет спасен именно богом, который думает и чувствует, как женщина, потому что женщина – это вселенная. да, если только женщина будет думать. Вот в чем дело, понимается, Светлана. Тут же опасность в другом. Конечно, мы перемещаемся в женский век, это понятно. Это понятно, если просто уходишь на улицу. Вы посмотрите, я даже не знаю, как это происходит. на уровне биологии. Сколько породы в этих женщинах, которые ходят по улицам, и как ее мало у мужчин. Меня это беспокоит. потому что в принципе равновесие какое-то нарушено. Очень много красоток, но невероятно. Я думаю, что в любом городе то же самое. Я проживу в Самаре, но я раз в день выхожу прогуляться в центр города и купить кое-что. Хозяйство в межхозяйстве выгодно. И значит выхожу ну одна лучше другой. Ну что ты будешь делать? Ну хороши невозможности просто. Просто хороши. Да. Что у них в голове? Второй вопрос. Что у них в голове? Второй вопрос. Они хороши. вот. Они хороши. Но что там внутри? Потому что женские образы это же не только понимаете спасающие образы. Вот. Да. Это не только образ благоматери. Вот. Ящик Пандора вполне себе вот Пандорой вполне себе тоже женский образ. Поэтому очень важно что там. Вот. да. что там лицо фигура все прекрасно можно любоваться и мы любуемся и я с удовольствием вообще в этой части жизни. Министер просто раз там не не мне как бы мало интересно вот я просто любуюсь там да в красоте потом думаю что у него в голове так интересно там же может быть не просто пусто почему пусто там другой код а там другой код ну нет код другой да код другой а вы мыслите именно женщина опять же вот понимаете вот все женщины сейчас культура женская вот и в этом большой недостаток культуры потому что женщины могли бы перевернуть этот мир сейчас потому что совершенно понятно что энергия к ним переходит вот вместо этого чем они занимаются вот из того что мы же не будем вас предупреждать ради нет предупреждать конечно меня не будьте я и сам так узнаю вот да что вы думаете ой вы сильно меня недооцениваете где-то идет просто видите ли о смене очень серьезных потребительское общество пришло тоже во многом через женщину и она женщина не является проводником как вы считаете одного только света и добра это ее эпоха а вот как она решит куда эту эпоху направить будет ли она спасать как бы уже трещащий по швам земной шарик вот или она будет по-прежнему прекрасно ориентироваться в том что сумочка вот этого бренда она гораздо лучше чем сумочка вот этого бренда а носочки которые вот они тут гораздо лучше вот и женщина у которой племенное сознание да она ничем не отличается совершенно от мужчин алкоголя я хочу сказать что вы сейчас говорили я не слышу что да племенное сейфонита я мои дети вот дети мои дети все вот бабушки дедушки на этом мир заканчивается то есть если у женщины получится вот этот фокус она увидит себя микрокосмом как отражение макрокосма который как обычно когда этот фокус получался получался взлет культуры это одно а если она будет просто часть племени которая оберегает границу племени там и так далее это вроде ни к чему нас не приведет придет нас к катастрофе тогда женщина будет путем деградации это вопрос то чем женщины займутся вот если они будут до конца жизни заниматься вопросами вот этого самого как его феминизма вот что там еще какие-то модные слова там вот потому феминизм не про нас как бы не про нас в плане человечества как бы остается вот мы скорее получаем клички клички абьюзеров там еще кого-то вот еще кого-то нет 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 это то же самое только искривленная еще более извращенная мужская цивилизация извращенная просто извращенная через женщину а вот если женщина действительно как бы сказать возьмут вот за вот всякой хреновиной не будут заниматься вот там вот вот то шансы есть есть природа им это позволяет но им позволяет дело в том что как сказать они точно так же как мужчины 19 века вот а вы считаете что вы будете лучше да что же матриархат рухнул почитайте Баховина вот сюда в общем вот и 19 век прочитал Ницше тоже вот не только матриархат я как-то принесу на лекцию начну вам читать чтобы вам это мало не показалось вот потому что да то есть сказать что наступает женская эпоха это хорошо это еще ничего не скажет куда она повернется понимаете мужчины 19 века привели ее да они были движущей силы в первой мировой войне вот катастрофе ну почему вы считаете что у кого катастрофе не приведете ну мы уже ваши попробовали давайте наши попробуем ваш катастрофа может еще страшнее быть понимаете Валерий Миявинович вы размышляете как совершенно человек с мускулинным сознанием я должен жить конечно скажите мне мне через через месяц вот шатт один год будет я с каким сознанием а мне сегодня шатт один как Светлана ну с каким я сознанием могу жить вы что про меня придумываете нет конечно я могу только с мускулинным с другим не буду вот боюсь просто его потерять никакого не останется вот понимаете поэтому на ваши уговоры не поддамся в мускулинные сознания никому не отдам а вы в нас верите вообще вы в нас верите вообще в кого женщина да вы что я в этом смысле на абсолютную последователь юнга кого юнга который говорил о том что очень честно что с самого рождения женщина настолько впечатывается в мужчину вот в его конституцию да в его мышление в его там и так но как я подумал могу ничего я вас не верю когда вы идеологами становитесь вот тут вы меня извините вот идеологи женщины мне не нравится так же как идеологи мужчина это речь не о том что так сказать женщина хуже чем мужчина или лучше мне просто идеологи не нравится когда я слышу идеологемы вот идеологем вы рассуждаете как маскулинный я чувствую что это да это часть гипноза вот того же самого что по-человечески сказать не можете или у вас есть предположение что я ну здесь вот есть несколько моих знакомых что я все время хожу и оскорбляю женщин вот я думаю что не так иногда может быть и бывало вот жизнь была длинной вот всякое бывало знаете в ответ я получал немало вот я думаю что в общем криты если это сказать да все это соединится я идеологемы не люблю я хочу чтобы вы заговорили от себя вот если это возможно а не вот это маскулинное гендерное там чего-то вот нет там вчера тоже втирали в полвечера хорошо что я еще внимательно слушал просто это определен ну вы как пролетариат примар вот вот вы произносите соборечевки вот а я речевки не люблю я тебя не любил почему вы думаете что я ваших люблю я женщину любил за другое за другое вы меня даже не выслушали за другое знаете любил их иногда бывало даже такое сильное вот но за другое за речевки я бы убежал на второй день да Свет пожалуйста извините если я спривол нет просто вы меня даже не выслушали и не поняли что я хотела сказать я совершенно вас не собираюсь перетаскивать в гендерно альтернативную сферу спасибо но дело в том что я занималась просто этой проблематикой материальной литературы и действительно женщина автора она пишет по-другому но женщины авторы бывают двух типов одни пишут похоже на мужчину то есть берут их стратегию учатся у них потому что вся культура у нас патриархатная в основном а есть женщины которые пытаются писать по-другому вот это самое интересное они действительно видят мир иначе Света я не спорю я совершенно не спорю над этим такую арочку свести главное чтобы они писали хорошо да они хорошо пишут я читала хорошо вот ну и кстати сказать что у них есть традиция на которую можно было бы опереться потому что были прекрасные дамы которые писали очень традиции нету ну почему нету вот какая-то есть образовой перевал я до сих пор считаю из величайших книг и Бухер Майдер но не в этом что есть вот Эмиль Диккенсон вот а уж России жаловаться на это да Елена Ган я не об этом о том что женщина как личность формируется все равно в контексте мужской культуры она не читает исключительно Джей Ностин там ну пусть она формируется в контексте женской культуры но я не получится у нас наукообразное мышление а наука это порождение мужского сознания завершающего эти вопросы меня интересует потому что пролетарии тоже они формировались в контексте пролетарской культуры понимаете вот а капиталисты они формировались в контексте капиталистической культуры Маркс показал вот что неизбежно вот неизбежно произойдет столкновение вот Ленин укрупнил все это вот мне все эти разговоры вот мне вот это вот вообще не интересно давайте закончим их понимаете потому что я очень по-моему уже говорил а может нет ну вот до фильма в 30 посмотрел за это время молодыми девчонками снятые там по профессии очень неплохо все вот очень неплохо так хваткой и вот тут у меня возник вопрос почему они так друг на друга похожи и вот тут у меня ну это мой опыт вы можете так сказать да его принять отвергнуть почему они друг на друга похожи вот я сейчас назову великих женщин которых я чту и чьи так сказать следы я готов просто колен прикоронен в истории кино там Аньес Вардан например или Шантали Керман Маргарет Фон Трон там ну так это по большому счету режиссерки Кира Муратова Лариса Шипитько вы хотя бы представляете что бы вообще сейчас случилось с любым из вас если бы подошли к Ларису Шипитько и Кире Муратовой не советовал бы и назвали ее режиссер вам повезло что с вами этого не случилось вам повезло Ларису Шипитько я лично не знал а Кир Георгию не знал вот кроме того она была в Самаре у нас в гостях вот да кто же по отношению к этим великим режиссерам какого бы они полу не были вообще будет припокатить просто и все вот так как к великим актрисам и так далее а здесь пошла такая мода значит все прилично вроде все неприлично неплохо снимают хорошо работают с актерами вот молодцы в принципе молодцы но я думаю что как бы надеюсь что вот это Эденштейновские знакомства работают вот когда энергия копится копится когда следующий монтажный стык она переходит в следующий кадр да взрывается ну получается что-то типа для Эденштейна это поверьте мне не оскорбление что-то типа Аркапман вот он сам был человек этой эпохи его альбом эротических ресурмов хорошо известны его там вот написаны анализы вот и так далее его теория кино она в этом смысле очень такая я бы сказал и и и и и и и вот и и и да 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 но он же ее создал на практике а не только а то что сделал на практике это окажется довольно сильно вот это вам говорит не человек который является любителем творчества Эденштейна а просто человек который глубоко уважает да глубоко уважает но это не мой это не как-то сказать не та райская птица которую я хотел бы слушать и себя подокон потому что он был денег но это да а что тут со мной вот и вот у меня возникло это ощущение все снимают одно и то же бесконечно это смотрю уже несколько лет вот это бесконечное топтание на пятачке я и моя мама вот я и моя сестра я и там это им хочется иногда сказать диктор вот вы хорошо работаете ну почему у вас мировоззрение это оно все время у вас как бы замкнуто заперто семьей да Лев Толстой тоже писал о семье ну как вот много известных семьи там на титул Антон Палчехова вот в разных его произведениях ну как вот почему там это есть а здесь это мы все время да и что забываешь на следующее время это о чем говорит это говорит не о том что я в политику я думаю что это здорово что они во всяком случае делают все профессионально смотрятся вот да и вообще в мире хорошего кино сейчас выходит там фильмов 10 по всем странам собрать вот больше не будет это уже не первый год а о том что давайте сначала создайте что а потом будем разговаривать вот ну вот в кино в данном случае вот они давай Шанталь Акерман а она с ней гениальную Жанну Дельман вот и не только ее вот тут есть о чем разговаривать долго и все же Ингеборг Бахман да замечательный писатель вот она написала прекрасный повесть великолепный роман и огромное количество стихов здесь есть о чем говорить сильвер класс да была гениальным поэзом вот двадцатого века всю жизнь была феминисткой это лучший мой друг вот я не читаю только феминистские труды один прочитал а у нее там интеллект резко падает на мой взгляд вот ну все остальное в моей библиотеке вот сейчас вышел ее том последних ее работ то что она уже в начале нулевых перед смертью собрала да я заказал его сегодня конечно ну конечно а как же по другому вот а вы прям со мной как будто куклу сплавить свою голову хотя может и еще а можно вопрос вопрос конечно можно вопрос задать да 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 пожалуйста лёш извини пожалуйста я быстренько постараюсь ну смотрите но мы диагностировали некий кризис да почему-то решили что это кризис мужской цивилизации но это как бы мы пока условно допустим но на протяжении этой мужской цивилизации сколько было всяких достижений в культуре в искусстве в поэль в кино но ничего не спасло понимаете почему женщине надо идти именно этим путем и если в ее уникальности женской нечто что контрастировало бы совсем я же и говорю извините я вас перебиваю я был я первый первый просто стану феминистом если женщины поют своим путем а так как они путем идеологии это не их путь нет нет не идеология дошли 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 теми же терминами теми же риторическими фигурами теми же способами вот что пользуются мужчины к тех же целях вот я не вижу никакого своим да конечно я просто рот вот так расстрою глаза бог с наслаждением за этим наблюдают да конечно кто же против этого вот вы не найдете одного нормального мужчины который был против ни одного ну не идите худшими мужскими путями вот какими получими что пойдите вот там я не знаю зачем худшими ты идти вообще вот теми самыми что вы как бы сказать отрицаете вот и которые вы критикуете не надо этой всей идеологией всей этой фигней заниматься вот действительно возьмите откройте свое вот это будет вообще так сказать фантастика вот лёша давай моя поддержка любовь вам просто обеспечит нет ну если вы конечно не пойдете кикимори ну давайте выбирается вопрос власти выбирались кикимори на вас вот лёш пожалуйста да смотри туда мы еще в чате может тоже хотят высказаться а то если я начну я могу долго там на ближайшие недели последние два года мы с мужем посмотрели огромное количество для нас огромных фильмов гадар мальфи линь позовини антони уни бертолучи сакуров тарковский тренер селиания бергман это кого я быстро вспомнила параллельно я стал много читать открыл для себя платонова просто взяла в руки библию и заметил за собой что моя всегда активная жизнь которой мне не хватало времени доделать до конца миллион разных начатых дел стало резко замедляться я как будто бы стала ленивый оказалось что можно запросто отказаться от многих действий которыми раньше были насыщены мои дни как будто я теряю опору и вся моя прежняя жизнь обесценивается а то что я приобретаю после книг фильмов лекций я не могу даже приблизительно сформулировать так как так сильно расшатывается мое сознание и эмоциональный фон мне казалось что чем больше я буду узнавать тем спокойнее мне будет жить но вопросов которые возникают в голове становится только больше и ваши лекции тоже существенно добавляют их количество то есть чем больше я смотрю читаю изучаю тем меньше я знаю потому что рушатся мои железобетонные установки и это иногда приводит к отчаянию вместо получения ответов на вопросы я начинаю выпрошать с новой силой хочу спросить у вас предполагаете ли вы предполагаете ли вы такой эффект от своих лекций вот такой вопрос как зовут человек Леша скажите пожалуйста но к сожалению не указано здесь имени почему-то прекрасные друзья мои ну что мне кажется я очень часто про это говорил на зумах и на лекциях я могу еще раз вот вы просто меня не слушаете вот а зря ну ну выбросите все это в корзину потому что вы рассуждаете примерно так понимаете как я люблю вот этого мужчину но он очень сложный вот и моя жизнь стала нестабильной ну выбросите его и все или у меня ребенок но он такой беспокойный такой характер вот своеобразный вот и так далее ну выбросите в корзину и тишина понимаете в чем дело вот во-первых что-то вы видимо упускаете мне сначала показалось что нет когда я слушаю вот значит высказывание потому что да конечно с одной стороны искусство что это все за люди они же сами искатели они искали всю жизнь вот там назвали там позолини там феллини вот гадара там еще кого-то вот ну они усложнят вашу жизнь неизбежно они усложнят но есть бонус и они огромны и я думаю что все мы кто когда-то начали заниматься искусством и купили знаете бонусы понимаете что делать приходится признаваться вот сегодня какой апрель вот 17 апреля знаете это наслаждение это огромное наслаждение это огромное удовольствие от самой ткани от самого соприкосновения с эстетически организованным материалом да от этой красоты разной разной понимаете то есть как бы перед вами открывается огромный мир где столько прекрасного жалуются красота причиняет боль это известно вот ну как-то вот надо либо так либо не так вот ну да понимаете вот жизнь стала беспокой а что это вообще за подход вот беспокойнее спокойнее ну в отношении к искусству это вообще так сказать ну нелепые категории вот понимаете потому что есть искусство которое успокаивает вам может быть надо еще расширить пары многие вещи баху успокаивают например да и гендаля вот переводят в другой режим как бы так сказать вот внутреннего какого-то тока да есть и поэты такие вот есть и поэты такие а вообще-то понимаете как писал Василий Андреевич Жуковский большой старший приятель Александр Сергеевич Пушкина как же там вспомнить бы ну и вообще видны в том числе государственные и политические деятели России вот спите бог не спит за вас и если вот над этим задуматься вот по-настоящему первый шаг гармонии это усложнение концепции навсегда ну что вы хотите но пропустить наслаждение вот я за это и это жалею мне это жалко вот потому что я получаю от этого огромное количество удовольствия вот ну я вот вам честно скажу вот и от кинематографа и от литературы и от театра и от живописей и от архитектуры и так далее но если бы этого не было в моей жизни я бы вообще не понял зачем жить честно скажу да есть еще любовь но тут я отношусь скорее как вот греки к этому относились да вот тут не все в наших силах вот сможем ли мы каким-то образом ее вот потому потому что тут все возможно ну без нее конечно вообще нельзя тоже да конечно но как я не знаю вот как это вообще люди живут не смотря фильмов Антониони Брессоне Аньес Варда там Триуфо там да много кого вот много Драшитова Панфилова вот Сокурова Раннего Михалкова вот да много чего много 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 это целый мир Сергея Александрович Славьева и так далее вот я не понимаю потому что меня как бы существование искусства я согласен с ней искусство дано нам чтобы не умереть от истины вот по-любому можете эту фразу изменить я буду с собой оно меня утешает вы понимаете когда перестаешь верить в человечество ты смотришь какой-нибудь старый фильм и неважно кого ты видишь там Иннокентия Смартуновского или Марчевого настроения вот или Рода Стангера там или Марвелла Бранда или Аль Пачино да или Олега Борисова или Станислава Любшина неважно это просто манифестация чего-то человеческого да чего-то очень талантливого да вот и ты когда на это смотришь Снудья ты когда-то увлечен ты думаешь блин а ведь вот так тоже можно ну не то колеса спиливать ну вот там все загрязнять вот воевать всем со всеми со времен Гопсовского Левиафана ничего не изменилось вот абсолютно вот так вот может человек взять и сделать такую гармоничную вещь понимаете такой красоты вот и вот меня это утешает тем более что понимаете я повторю еще раз старую мысль о том что мы зачем занимаемся искусством да если мы занимаемся потому что произведение искусства ну будем просто это есть целое да целое то есть оно гармонично и эта гармония дана нам чтобы мыслить о других гармониях иначе у нас способа не будет вообще про это вот что да мы видим ну как бы сказать вот а если это вообще все угоняет только в тоску и отчаяния ну смысл какой это значит чего-то в искусстве самое важное вы не видите что это несмотря на все там противоречия по залению несмотря на все проблемы конфликт как он гармоничен лучше картину возник вопрос форма возник вопрос до того каким образом внутри гармоничной формы может находиться содержание короля лира например вот или макбета например вот а форма вполне неплохо вот и как каким-то образом такую страшную вещь как макбет вот многие считают образцом гормона то есть разные уровни есть разные уровни есть уровень содержательный да там ужасная история вот жуткая вот а есть уровень того как это сделано как это сделано и вот тут да и вот восхищение радость да восторг и кажется что это несовместимые совершенно вещи а как раз искусство и дано нам для того чтобы совместить эти вещи чтобы мы иногда понимали что бывает очень тяжело в жизни а одновременно есть радость и восток вот перед нами перед нами возьмете ли вы там фильм Бергман или там роман томсман вот перед нами Достоевского не знаю там вот Булгакова перед нами вот оно вот оно вот оно вот он просто есть разные уровни и там тоже действует закон что то что неразрешимо на одном уровне является дисгармоничным является разрешимым гармоничным на другом таким образом человеческое мышление привыкает к тому чтобы заглядывать на другой уровень на другой предполагать его хотя бы да представлять его хотя бы себя да хотя бы допускать что он есть что он существует вот это ради чего поэтому я не знаю вашего имени вот Алексей хорошо что зачитал это очень хорошее высказывание предполагаю ли я такого действия там был еще от моих лет я вам многократно говорил что ну что я предполагаю там не предполагаю нам не дано предугадать как слово наше отзавис вот вот но если вы прочитаете этих писателей вот или этих авторов или как-то поразмышляете о чем-то мне достаточно ну и все мне достаточно понимаете то есть если вы там перечитаете Гесс вот просто последняя лекция была о Гесс ну и прекрасно я буду рад я буду рад что великого писателя кто-то взял в руки вот полистал там почитал те кто раньше не читали все вот а уж там то что вы испытываете вот я не знаю кто-то сказал что мы все время должны что искусство должно нас вот это вот меня иногда немного ну немного как бы шокотать шокотать Достоевский нас шокотит ну возьмите сегодня ночью начните читать Идиота вот пусть шокотнет а Чехов нас что шокотит что ли тоже нет Толстул есть страшные вещи хотя он самый гармоничный может быть из них из всех троих я имею в виду как прозаик вот но это же как сказать а как жить без них вот я никогда себе не мог представить я однажды себе представлял что я родился где-нибудь ну не знаю где там где-нибудь в Африке и никогда не читал ни Толстого ни Достоевского ни Чехова ни Пушкина я подумал и что Валерий ну дайте золотой шатер там вот танцующих полу или совсем обнаженных вот прекрасных женщин вот шарбет вот какие-то это ты будешь доволен нет ну я понял что если уже все я не могу я не представляю себе что я не почитал с Толстого или Толстого не представляю я никогда уже не могу выполнить это условие потому что они неотделимы уже от меня потому что многие мои мысли реакции были производными их мысли их реакции их жизни их звука их тона вот и так далее но не могу я от тебя отделить вот ну никак вот ничего не поопишешь вот хотя на какую-то самостоятельность таки претендует маленько ну маленько совсем пожалуйста да я хотела поделиться с этой темой в связи немножко личным моментом моей жизни в 22 года был очень тяжелый эпизод потери близкого человека и вот в этот момент меня вытащил бах причем я могу сказать что бах я до этого не слушала его настолько глубоко внимательно ну период юности другая музыка была совершенно а вот в 22 года когда это произошло я помню я просто воткнул наушники и это был только бах и я поняла что бах он производит такой эффект что он какую-то часть моей души вывел в какой-то знаете вот трансцензус что ли откуда я смогла это преодолеть это было совершенно потрясающим опытом в жизни и немножко позднее когда я уже учился в аспирантуре был такой замечательный есть я надеюсь теоретик музыки он преподает консерватории медушевский он сказал так что музыка это классическое искусство высокое это предуготовительная проповедь на паперте мне очень близко это потому что я понимаю что искусство оно действительно способно перенастроить нас на некий иной угол зрения на этот мир и в каком бы состоянии мы не находились может совершенно да а я вам свою историю сейчас расскажу ну мне тогда было лет наверное я даже не помню ну где-то 30 чем и такая миодрама была душевная остается одно как писал высос в том лечь умереть вот вот такая я пришел домой ну из худших минут жизни моей было и почему-то интуитивно поставил ну да вертушки были да винил река и мусор сел стал слушать ну как бы нелогично да ну ты так вот так вот как бы да весь нагружен а еще вот тут тебе рэк и мотор то вы знаете уже минут через 20 я почувствовал что в принципе сыграю еще тайм а это было немало это немало я уже вечером собрался вот собрался вот и поехал играть этот еще один вот вот хотя был в отчаянии в пол вдруг это то есть был какой-то момент когда знаете там это иногда переходит был какой-то момент когда просто там и может я даже и заплакал я уже не помню очень хотелось наверное вот и вдруг возникла какая-то да какая-то другая тональность сила откуда-то появились хотя слушал я река на секундочку вот река вот ничто не будет то есть не было таким желанием поставить ну например альбиони или вивальди для того чтобы вот ну как бы это самое стало все как-то пояснее ну и повеселее вот нет 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 и вы знаете в итоге не сразу но я эту партию вытащил вот ага трудно было в тот момент прям трудно сразу вот вот а что ну вот что бывает вот такое друзья мои ну если есть еще какой-нибудь один вопрос потому что надо нам в 9 закрывать библиотеку ну вернее не мне надо а людям которых надо отпустить ну вот пожалуйста вот вот Татьяна в каком-то пейзаже тут вот похоже где-то сельская местность какая-то да можно и зал да пожалуйста пожалуйста откуда угодно ну это очень сложно понимаете есть фильмы которые больше чем фильм и было бы нечестно это по поводу фильма Балабанова я тоже хочу было бы нечестно как бы про них говорить как про обычный вот то есть это некий акт авторской воли а вот то насколько фильм так сказать хорош с обычной точки зрения но мы же знаем что с обычной здесь не подойдешь потому что этот человек снимает он знает о своей смерти вот что он умрет скоро вот и он снимает кино и вот он снимает такое кино вот 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 есть фильмы которые невозможно оценивать с точки зрения кемпиографической категории или категории как бы так сказать эстетически потому что они выходят за рамки потому что фильм становится способом способом осуществить ну иногда нравственно иногда покаяние иногда все вместе вот иногда что-то еще поэтому вот так и отношусь с большим уважением это не любимый мой фильм был обман если говорить о фильмах но если бы его не было в его фильмографии то чего-то там бы не хватало для такого человека каким был Балабанов вот я думаю что это был совершенно какая-то такая необходимая вот такой необходимый художественный шаг вот ну пожалуй что и все спасибо Валим кто-то еще был да или нет я хотел спросить просто а вы в Гурзуфе бывали где в Гурзуфе ой я однажды там провел такую ночь в советские времена не в 82-м году случайно нет не помните в 82-м в 83-м нет не в 82-м или 83-м я могу точнее вспомнить короче говоря мы приехали мы хотели поселиться в Гурзуфе вот но там все было что-то мы весь вечер ходили а сидели там на остановке и вот когда ночью подошли местные бандиты вот а я был с тремя женщинами незабываемые эти южные Гурзуфские ночи вот ну вот так там мы не поселились поэтому мы поехали в Ялту там тоже нуль ну в советском союзе очень трудно было где-то поселиться вы знаете вот люди сидели очень часто сутками возле пунктов вот размещения отдыхающих вот и просто там они по отпуску там сидели или там сколько дней для того чтобы куда-то там поселили ну вот ну в итоге мы приехали в судак и вот заняли позицию там вот в судаке да ну побегу там немножко да там видел ну наверное это не так конечно я просто когда первый раз увидел ваши лекции увидел вас у меня вот такое воспоминание сразу такое яркое внешне чистое мне мне просто но наверное не так мне был 10 лет может быть пока я там бегал вот вот этот день там же приехали мы утром вот а уехали тоже утром вот сутки мы там провели может уметь да ну кто кто знает мы можем можем считать спасибо буду считать что это мой гурзунский двойник вот ну а сколько будет да вы Татьяну вроде вызвали а потом был вопрос из зала и как-то повисали Татьяну да 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 я по-прежнему вот да Татьяна здрасте я хочу поблагодарить вас за лекции потому что начала вас слушать и просто да лекции классно что говорить погрузилась в это вопрос такой у меня до того как я так сильно начала изучать гениев была простроена материальная история с тем что очень хотелось зарабатывать сейчас желания нету есть для души делать как может быть вы и другие люди выдающиеся которые идут путем вот своей сути да не размениваясь на материальное вот как это сопоставлять так потому что хочется говорить только о том что ну истинно понятно она в разной инстанции да совершенно проходит желание делать что-то ради выгоды ради только материального есть некое разобщение такое внутри вы сказали о том что вот счастливый человек да может умереть на обочине или тот который со своей сутью встретился да и он будет оставаться счастливым как будто душа тяготеет к этому пути но есть все-таки мы в материальном мире еще живем есть вот этот момент такой который пытаюсь себе решить хочется вроде чтобы у тебя нормально было материально но при этом вообще не хочется передавать свою душу а я понимаю что то о чем я сейчас говорю оно становится невостребовано потому что непонятно то есть если говоришь на языке шиллера геосы геоте я вижу что люди просто отписываются не понимают это не их язык ну понятно понятно Таня это очень сложный вопрос вы задали очень сложный ну я скажу что всю жизнь пытаешься как-то балансировать вот потому что пытаешься но единственное что вот балансируем все время как бы иногда пританцовывая иногда пританцовывая просто потому что по-другому нельзя потому что эти пятки поджигают вот нету такого как бы сказать понимаете это это вот закон совмещения одного другого можете только вы найти а есть он таком да вот вы знаете в буддизме есть удивительный образ он мне очень нравится одним выстрелом достигнут двух целей одновременно ну то есть как бы сказать не только целей которые служат развить это сознание но и цели вполне материальных одним выстрелом достигнут двух целей одновременно вот поэтому здесь как сказать здесь нет общего закона то есть кто как вот кто как просто ну нужен какой-то нужно равновесие вот но не надо думать что если вы занимаетесь какой-то работой или какой-то деятельностью вот это сразу вас выбрасывает вот за рамки мира гест работал книготорговцем вот ну правда тогда книготорговец в Германии это особое занятие вот но что было делать то денег то не было ну поначалу в ранний период в ранний период сыворотвор ну а что сделать ну вот деньги-то нужны а вот это одна из самых непостижимых вообще вещей но в Евангии потому что ну потому что это невероятно вообще как все происходит вот и как оно происходит и как понимаете ну вот при всем там давлении да ну еще как-то в общем ему 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 не поддастся окончательно но понимаете вы можете я единственное что могу сказать вот ну это и даже сказать это я просто как человек который как был ну нет если сил да совсем вот совсем нет сил ничего не примеряется есть всегда золотой способ вот ну сначала попробуйте если в вашем случае он сработает вот тогда друг вот надо сразу помогать другим тем кто в данный момент вот ему еще хуже чем вам понимаете происходит какое-то переключение энергии очень сильное вот ну и может быть там же какой-то модной способ такой материализации реализации себя найти ну не знаю мне кажется что каждый человек он как-то сам кто-то очень искусен в этом кто-то вообще безыскусен ничего не понимает и мало умеет короче говоря все мы как бы это самое вот одинокие пловцы потому что ну все вот эти вот идеи да пусть они изложены в популярной форме лектором Бондаренко вот но они как бы все понятно что социум в целом такие вещи не поддерживает и не окупает это знание как бы излишне не продающие ну почему нет их огромное количество людей там пробуют продавать и продает и многие продают очень успешно кому продавать мало кому продавать ну это смотря в какую-то обертку завернуть просто завертывать в обертку в какую-то противно понимаете вот можно же завернуть ее в обертку что вот прочитав эту книгу и послушав эту лекцию вот вы измените баланс сил добра и зла на земном шаре вот многие этим пользуются я вот вижу какие-то там книжки издается там что-то там на обложках написано жуть иногда ну вот но я думаю что можно можно в истории культуры были случаи и не раз когда это получалось у некоторых не получалось потому что это были разные люди совершенно у некоторых получалось вот вот у Иохана Вольганга Гетте получалось например у Льва Николаевич Толстого получалось до какого-то момента создал вот здесь у нас Самары невероятно успешное имение вот невероятно успешное имение проявил себя как такой крепкий очень такой хозяйственник вот где-то но это пока он не начал отказываться от имущества вот пока не наступило другая как бы сказать да другая история да другой этап другая веха вот поэтому у многих получалось у кого-то так до конца не получилось Бальзак всю жизнь нагнался за вот за тем чтобы он смог жить как аристократ не получилось не вышло не вышло вот потому что мы люди сложные мы многоэтажные и у нас конечно есть всякие интересы да вот и не надо эти интересы унижать вот по-человечески к ним относиться ну и с юмором конечно все друзья мои вот спасибо вам огромное вот но я так понимаю что уже 9 часов вот нам надо на сегодня расставаться но спасибо что вы были замечательными собеседниками в нашем диалоге спасибо спасибо всего доброго друзья пока пока